Всем добрый вечер! Всем добрый вечер, ребятушки! Вы на канале Пиратская Жизнь! У нас сегодня пятница, 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 бухатница! Ля-ля-ля-ля-ля! В общем, всем прекрасное настроение! Я сделала пюрешечку, смотрите, сделала пюрешечку, такую вкусненькую, вот с мясом. Мясо, кстати, вообще отличный цвет, рубиновый, прям как вино, да. Мы порезали, кстати, вот это вот сало. Смотрите, вот это вот, как вам, белорусское, настоящее белорусское сало. Слушайте, очень вкусное, оно какое-то несоленое. Мне вот не хватает соли и чеснока. Вот, дальше, что у нас еще? У нас еще салат сделали с этой, как ее, как называется-то, капустой пекинской. Вот, в общем, всем приятного настроения и хорошего до вечера. У нас сегодня пятница, у вас же суббота. Делать чуть потише. О, прикольно покрасила девочку. Давай! У меня есть фирменный бокал? Нина. Да? А-а-а! Давай. Давай, давай, давай. О, какой аромат. О, у меня трубы горят. Чин-чин! Бокал-с. Так, хочу вот этого сала. Девочки, сало. Знаете, какое-то красивое вообще. Это я в этом покупала, в Магните. Кстати, недорогое. Он прям даже не сало, а прям бекон-бекон. Грудинково. Так, сало. Но он, кстати, немножко подморозен. Сейчас я убрала подморозен. Будет когда холодно, будет вообще классно. Всем прекрасного настроения. И салат с этим вам классно делаем. Мы в этот раз без шпината. Вот это капусту и сделаем. Здесь у нас капуста, лук зеленый, огурцы, помидоры, перец. Вот. Можно чеснашки все добавить. Ты же белка хотел. С ложкой больше влезть. Пирожечка, смотрите. Отлично. Это картошка, которую я купил, наша Нижегородская. Нешняя. Ну, я бы выбирала. Потому что в пакетах, которые продают, наборных, там все подряд кладут. А себе ты лучше выберешь. Нет, так сало тебе нравится. Нет, сало салат хорошее. Можешь скинуть, где будет настоящее сало. Где? В городе. Это есть магазин белорусских продуктов. Да? Ну, знаешь, украинское все равно лучшее. Там и сыры, и колбасы, и сало. Нет, я вот люблю, знаешь, ты вот, помнишь, мы тогда солили, классно, что это ты присылала еще? Вот, сало нам тоже присылала, все. Ну, свежее. И мы тогда сами ее солили. Просто соль, перец, чеснока много. Вот это очень вкусно получалось тоже. Ну, это тоже бы неплохое. Сейчас в магазине даже и сало-то сама не куешь. Готово. Ну, что же, еще пару раз, то, что здесь больше мяса, чем сало-сало. Обезжиренное. Ну, вкусно. Ладно, вкусно. Ужин просто класс. Так, ты один раз приготовишь, целую неделю. Светая. Я где-то видел, магазин есть. И что? С интересным названием. Каким? Мясоед. Мясоед. Это наш магазин. Нет, так, есть же вот это. Мяснов и отдохни. Они же даже вместе постоянно. Нет, это сеть. Эти вот магазины два, они постоянно вместе. То есть, отдохни, это вот это дело. А мяснов, это вот закуси. Бухни и закуси. Он пошел сначала взял бухашки, по-моему, пошел с закуски. Причем в этом мясноме, кстати говоря, у них там уже получается и не только мясо, вот. У них уже сразу там и колбасы, и сырые хлеб, и все, что хочешь. Они с основной своей производства. Какой-то хороший магазин мне нравится. Вот, у них обалденные пельмени. Классно они делают. На днях сделаны пельмени сами. Летом прошли бы там. Купаты у них еще классные. Вот я говорю. Причем на любой вкус купаты. Говяжьи такие. Магазинчиком. Видишь, там много всяких. Вот таких маленьких открылся. Как вот открылись вот эти вот магазины, так и закрылись. Очень прям жалко, что закрылся вот этот магазин рыбный. Ну, я сейчас просто любят производители открывать от себя. Как у нас было здесь Ореховские только сейчас. И ехал туда дальше. Он даже вот такие сетевые не удерживает. К сожалению. Ну, все есть. А вот этот, помнишь, Дальний Далее. Звенигородский еще есть. Помнишь магазин Дальний Далее? Тоже был классный. Там отличный был магазин. Мясной. Заходи. Очень они все не выдерживают. Потому что, не знаю, вроде как район считается богатым, вот, но у нас особо не ходят. Все ходят в основном в пятерочку и магнит. И спар. Не, люди-то ходят. Понимаешь, в чем? В чем? У них очень часто не работают карточки. А здесь вот с основным карточками платят. Даже пенсионеры. Не, ну просто обидно, полгода проработал в магазине и все. Ну ладно, была, я решила закрыть их. Ты когда-нибудь говорила, у них несколько точек было. Да. Три. Одна на салоне еще где-то. На салоне. Где-то. Ну, цены, конечно, не хватит. У них, кстати, котлет еще есть. Рыбные. Замороженные. Там нормальных недель угрожает кто-то наш. Там и креветки кто-то брал даже. Не знаю, мне кажется, в России креветки покупать. Вот это замороженные. Со льду. Рыбаки. У них были нормальные. Я вот в России не хочу креветки покупать. Безо льда были. Я прям, знаете, я прям представляю, когда мы наконец все-таки вырвемся там. Либо в Таиланд, либо в Витам. Ух, как я там буду по морикам отрываться вообще. Эх, ребята. Мидии, креветки, устрицы. Красота. Да, вот так. В России не хочу покупать. Это три дорога. Это, блин, все не свежее. Замороженная хренная калдая. Стояла, не помню. Идешь по рынку? Я там прыгаю. Тык-тык-тык. Сейчас вот уже, в принципе, можно ехать в Таиланд, да? В принципе, все коронавирусные ограничения отменили. А вот ни хрена. Тобакок может лететь. Так Утопау уже открыли. У нас из Нижнего выдали разрешение на полет в Утопау. А это Паттайя. Это выдали. Но это не значит, что будет туда летать. Какой там массаж, девочки. Сядешь. Тебя всю облапают. Заплачет 200 бат. По старой цене это 400 рублей. Ну, сейчас уже, конечно, рублей 600. Это же цена, понимаете. В три раза. Вот. Даже, по-моему, сейчас 3,5, да? 0,3. Да. Ну, вот считайте, за 600 рублей. За час массажа. Ноги. Причем, они делают не только ноги. Они тебе еще плечи помнят. Еще и голову там помнят. А помнишь, этот мужик-то? Откуда он? Из этого-то дом. Из города Сахалина. А Владивосток, по-моему, был. Владивосток. У меня даже на первом канале было видео, когда как раз мы ходили. Вот. И он взял девушек. Причем, ему делали в 4 руки. Нет, даже не в 4. В 6 рук. 4. Одна голову и 2 ноги. Ноги 2. И, блин, руки 2. Ну, короче, там пипец вообще. Там вот 3 или 4 вообще собрал. Причем, он каждый заплатил. Он говорит, а что мне время терять? Они меня сейчас всего за час и сделают, и все. Уже такой классный. И, блин, руки, и ноги, и все. А что, там, блин, стоил красен 100-150 бат. Ну, и что? Нам до Таиланда 3 часа полета. Или 4. Это как вам в Турцию. Поэтому мы тут постоянно. Это нам через всю страну идти. Нет, когда мы все вернемся. Там здорово, понимаете? Там не только еда. Вся еда там вообще, понимаете? Любая. Китайская, японская, морепродукты. Че, все, что хотите. Всякие такие, сякие. А вы на каким-нибудь по рынкам ходишь, вот особенно по крупам, там чего только не встречи, блин. Черт и лысый. Мороженое прям при тебе на рынке. На улице шпарит плюс 35, ну, а не мороженое делать. Как? На улице. Ой, вообще тро. Так вот? Да. Какое там море, блин, какой там массаж, пляж, природа, атмосфера, воздух, погода, не природа. Такой колорит ясный. Да. Не, я очень хочу. Тео, мэри, бур. На веки. Вот так вот. Вернемся. Вернемся, вернемся. Смотри, сейчас вот, чтобы все закончилось уже. Ну, коронавирус мы уже попретили. Можно сказать. Практически. Потому что в любое время встать и пойти поесть. Ой, там еда вообще на этом шагу. Как макашнице. Ну, больше тогда. Длинчик поел. Ему мало. Он качается. Пошел на улицу, купил рис и ляшку кули. Причем, вы знаете, там как-то очень быстро все пролетает. Не знаю почему. Ты еще ходишь, пьешь, как лось. На водопое. Постоянно вот эту воду. То есть там просто вот вышел. Понимаешь, мы шли, короче, так гуляли. Судя, Леша, сюда ездили. Ребят, вот честно, мы за час или за полтора прогулки пешком еще шли. Не знали, как ездить на этих тук-туках. Вот, и, короче, шли пешочком. Там через весь замчим, там завернули там на типразиты, короче. Вот, ну, кто в теме, тот знает. И мы выпили по 3-0-5 воды каждой. И ни разу не сходили. Да, и даже в туалет даже не сходил. Это уникально. Зачем, когда много пьешь в воде, прекрасно тебя чувствуешь. Она быстро усваивается. Но именно маленькими партиями. Вот так вот. А если бухашку пить, можно и что-нибудь-то схлопотать. А сейчас, по-моему, вообще не понятно, а? Полететь-то. Сейчас, по-моему, все закрыто. Можно, лети. Не из Москвы. Из Москвы, да. Она сейчас такие бешеные деньги стоит. Она все-таки не стоит. Она же хочет дождаться этих. Дешевых-то. Ну, дешевых уже не будет, да? Курс доллара вырос. Какой кусочек сала? Курс евро тоже. Давай сал, чем? Сейчас тур эта фирма с пандемией перешли на евро. Это дешевых не будет. Я не буду тебя. Это мне, да? Угу. Оно не соленое, но перченое очень хорошо. Оно не соленое, практически. Да. Но один перец. Соль, тыс. чесноком, это на Украине. Угу. Ну, вкусно. У каждого своя. А мне очень нравится, знаешь, когда сало протыкивают и внутрь-то. Так-так. В этой ситуации мне ближе к Украине. А в Башкирии, знаешь, как едет? Как? Варит его с луком. А поможешь, мне с тобой тоже варили? С луком. Так у нас получается какая-то бурзинка, да? Башкир. Угу. У лука выше лукья. Боря. Да. А он такой сухой. Немножко запах такой, как подкопченый. Угу. Вообще, я помню, тогда мы с Сомки ели к одному дядьке. И чем? У него стоит честный дом. Угу. Вы купили как раз вот такие бруски сала. Угу. Такие вот небольшие. Угу. Наверное, килограмм пять. Вот. Отнесли ему. Прямо при нас там. Там у него на дворе бочка. Угу. Раз этот. Открыл. У него там угли. А закоптил? Вот. И вишневые эти. Ветка? Ветки. Не, вишневые. Щепа. Ну, короче. У него ветки были. Вот он лял прям их прям при нас качки и снял. Цепил, повесил, говорит. Минут сорок. Как подорвить. Раз, раз, раз. Покоптил, да? Прикольно. Сорок минут закоптилось. Так сейчас, в принципе, даже коптильня на дому продаешь. Ну, в смысле, домашняя. Я веду. Только отвод надо. Да. Дыма. Делают. У нас, в принципе, на лоджи можно покоптить. Ну, опять же, знаете, вот мне там это, вот писали по поводу теста, например. Ой, тесто делается там на раз-два нафиг покупать и так далее. Ребят, ну, вот не люблю я возиться с тестом раз, а у меня не получится два, потому что я с ним умею работать вообще. Плюс это его надо раскатывать. Это всё в муке будет. А мне это будет, да. Я потом буду убираться целый день. А по сути, по цене муки, мне проще пойти купить. Ты бы сначала будешь это целый день делать. Ну, а потом ещё, в следующий день это всё убирать. Да. Ещё потом слепливать эти пельмени. Там одна женщина, планетарный, вот этот, такой вот, миксер, ну, который вот это, знаешь, вот, тесто делает. Слушайте, мне ради одного раза, что я хочу сделать домашний пельмени, ничего, покупать целый планетарный миксер. Это если я дома хлеб пеку там или ещё что-то, а я не пеку этого. Я не люблю. То есть, понимаете, ну, как бы, ну, стараешься ограничить всё. Ну, это да, дембрат, он это купил матери, хлебопечку. Ну, пару раз, наверное, па-па-па-па, и всё. Она испекла пару раз. И всё, и стоит, никому на спину. А почему стоит? Возьми больше. Да. А почему? Ну, электричество уже лёд, какой. Да. Нам тогда это, по рекламе. 2,5 киловатта. Нет. Нам по рекламе, да. А ты чё-то она? Чё? 1.20. Вот, ты считай. А, 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 киловатт-час сколько стоит? Это хлебушка из печки. Нам тогда этот, по рекламе прислали этот. Ага. Термопод? Да. Во, термопод. И смысл в том, что мы один раз, вот в рекламу, рекламный раз, когда его включали, заварили чайку и всё. Ребят, он живёт, электричество, вообще немерено. Не, он мало ли. Нафиг мне, как мало. 800 ватт. Вот на какой-то... Экономный, это, немецкий, 800 ватт ещё, более-менее. То есть, там, 5 литров. Чтобы в нём поддерживалась горячая вода, он должен быть постоянно включен. Да. 800 ватт в час. Каждый час. Да. То есть, 24 часа. Ну, я не хочу. Мне это нафиг надо. Поэтому... Дело в том, что он держит этот кипяток как термос. 8-9 часов. Понимаете? Вот эта профессиональная техника, даже раскатка теста с термашинкой, планетарный миксер и прочее. Это если у вас вся жизнь печенье и пирожков, тесто делать и так далее. Вот да, я пойму. Понимаете? Либо вам заняться нечем, как целый день с утра до вечера вот стряпать. Не знаю, у меня каждый день какие-то дела. Даже в конце концов, я просто хочу поваляться и фигнёй пострадать. Я что, тут должна на кухне сидеть и убиваться, ради того, чтобы сделать исключительно домашнее тесто? А ты это выкинула? Пильм минится-то? Нет. Ну, там есть. Там это... Сотаны. Раскатываешь. Ой. Эти суёшь, это фарш. Мы с тобой, помнишь, один раз делали и всё? Сверху и всё. А они с другой стороны были. Мы с тобой один раз делали и всё. Ну... Быстро делается. Да, быстро делается. 15 штук сразу. А вот когда ты их руками защипываешь, и всё равно лучше получается. Угу. Не, я говорю, я не хочу ради... Понимаете, вот ради вот этого специфического... Так-то уж если, грубо говоря, уже доходить до... М-м-м-ма... В том плане, что можно и там, не знаю, и муку самому сделать. Я не знаю, колбаса. Не, сама сделаю. Мы сделали. С курицей. Мы сходим иногда периодически с ума-то. Да, мы брали... С ума-то периодически сходим. В бокал. Да. А, кстати, кружка. В кружках, да, делали. Нет, я говорю, вот серьёзно. У нас иногда просыпается желание поэкспериментировать. Знаешь, мы делали колбаску. Мы покупали какую-то специальную технику ради этого не собирают. Беленькая. Вернее, серенькая такая была. Будешь здоров. Не, блин. Розовая, как сейчас показывают нам, да? Ну. В магазинах. Вот кто ещё в советское время живёт? А вообще не розовая. Вспомните, какая была колбаса лежала. Розовая была? Нет, не была. Она была белая или серая всегда. То есть, а там было нам натуральное мясо. Вообще неизвестно, что там. То есть, понимаете, мы живём в 20 веке. Сейчас нет смысла даже засаливать огурцы. Он пришёл в магазин. Да. Кстати, по акции. Это каперсы были. 139 банк. Все эти заготовки, всё это домашнее производство. Это, конечно, очень приятно. Такое главное, что ты знаешь, что ты положил. Типа вот своими руками, Танар. Но всё это очень много времени отнимает. Безумное количество. При условии, если у тебя ещё рука не набита. Если ты с тестом постоянно работаешь, это раз, раз. Вот нам скоро предстоит это делать. Кулич. Каждый год заморачиваюсь. Каждый раз плююсь. И эту какашку, которая у меня печётся, я потом выкидываю. Ну, просто раз. Я, короче, муку, ты помнишь, блин, на это. Я даже не поняла, почему он не поднялся. Так, чтобы старались сделать этот кулич. Вот так и всё. Прирать её в какашку. Вы думаете, мы съели этот кулич? Нет, мы его выкинули. Ну, давай. Так что, я говорю, в нашем 21 веке сейчас, в принципе, нету смысла. Да, что же делать тесто? Взморачиваться. Ну, вместо того, чтобы добавить что-то одно, ты, блин, и того, и другого бухнуло. Я говорю, я с тестом работать не умею. А естественно, у тебя ничего не поднялось. Я умею жрать. Я хорошо, у меня кушать. И ты не жар. Вот это у меня не отнять. У меня даже редуксин не взял. Вот. Так ел, так ел. Знаете, у меня есть талант. Кушать и бесить людей. Да. Я хорошо кушаю и бесю людей. Они постоянно во мне видят какие-то минусы. Также веселю хорошо. Но вот готовить, девочки, по настроению. Хотя, мне иногда, вот, говорю, как вот сбредёт. Так много чего-нибудь с вами. Она мне-то извращалась. Вот так вот. Ну, заметь. Если... Да, ты мне тут под шумок решила. Сама всегда есть, да? Есть, я что-то не хочу. Картошка. Картошка стоит. Картошки напоролся. Да, я ещё ложечку все. Картошки напоролся. Говорю, по настроению иногда. Как хочется. Но, знаете, вот, честности ради, практически у меня всё получается. Вот, лазанья-то там хорошо получилась. Точно, даже мне про лазанью писать. Господи, что она тесто сама не сделала? Хорошо, почему люди ходят в магазин покупать хлеб? Почему люди ходят в магазин покупать кубоксу? Софистки. Это дешевле обойдётся, нежели что-то делать. Ролови. Вот мы тогда с копчиками делали. Сейчас по нынешним телам за рыбу, за рис. Это безумно денег стоит. Поэтому проще взять в ресторане, где тебе уже быстро всё сделали и всё. Это когда вот, знаете, когда ты вот только сходишь с человеком, ты хочешь его, смотри, как я умею, смотри, видишь, смотри, я умею печь, я умею готовить, там, ля-ля-ля. А сейчас мне ничего доказывать не надо, он меня так любит. И так у меня никуда не севалится. А, кстати, просили рассказать вообще, как мы познакомились. Мы познакомились, настоятельно знакомств. Да, да, да. Да. И в первый же день мы жарили курицу вместе. В прямом переносном смысле. Вот. В общем, Вован оказался отличным поваром. Вот. В общем, ну что, мы люди были взрослые. Что, нам уже, мне уже под щит ридцатник, ему уже под семьдесят. Так что мы подумали, что надо. Да? А что не под восемь? Ты тогда был седой. Да. Это сейчас ты помолодец, как Бенжин Баттон. Да. Знаешь, ты с каждым годом становишь только лучше. Вот побреешь, так вообще будешь красавчиком. Девочки, давайте голосуем лайками, чтобы Вован побрился. Сейчас. Вот. Кто хочет, чтобы он побрился, ставьте лайк этому видео. А может, что-то хочет с бородой? Страшный какой-то. Понимаешь, она у тебя не густая. Поэтому... Ее тащить надо, чтобы было больше, да? Девочки, ты меня хорошо... Ну, где тебе... Что ж так хорошо пошло вообще? К Михаюм. Он там ее обработал. Ова. Мне и так хочется тебя увезти от Михаила. Я хочу вспомнить, как я стерегала тебя ручками. Да. Бесплатно. И мы для этого даже вторую машинку купили. Ты пишешь, на хрена мы ее брали? Что было? Вторую. Угу. И причем мы ее взяли и через месяц ты начал стричься у Михаила. На хрена? Один раз в месяц можно? Ага. А ты тут еще на бороду. Облезешь. Бресе. Облезешь? Ну что, я покраснела. Кто-то на обменок тетрадит. Что, я пятнами тут... Кстати, я вторую комментирую. Четыре тысячи. Это я! Я заслужила! А я нет, да? А ты не заслужила. Раз в месяц. Да. Все. Девочки, я начинаю буянить. Все. Я уже все пятнами пошла. Вот так. Мне пить нельзя. Да. Короче. В общем, на самом деле можно все сделать. Я все могу сделать. Но. Какой смысл? Какой смысл? Вот кушать я умею хорошо. В этом мне не важно. Вот так вот. Так что. Назвайте на нас подписываться. Ставьте видным видео лайк. Чтобы Вовка поврился. Чтобы Володька сбрил усы. А это их. Володь, все от усов. Всех любим. Всех целуем. Увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо. Всем пока. Лайк, подписка, комментарий. Пока, мои хорошие. Пока, мои любимые. Солнышки. Расслабьтесь. Пока, пока.